Калорийная ежа, ложек, телевизор, газета у дорослых. У молодых людей шлях до сердечно-сосудистых захворываний у крыху инши. Чипсы, компьютеры, малорухом и ладжиця. Але выник у любым выпадку подобный. Лишняя вага и додатковые нагрузки на сердце. Гиподинамия является одним из факторов развития сердечно-сосудистых заболеваний. Наряду и с нерациональным приемом пищи, с ожирением. Но и есть причина такая, как атеросклероз. Что год у областным кардиологичным центры больше 9 тысяч человек отримливают стационарную допомогу. И еще каля 50 – консультативную. И такие лишь бы. На протягу года в установе проводятся до тысячи операций, а мальпалова з яких – на открытым сердце. Такая нагрузка предъявляет особливые потребования как до техничного забеспечения, так и до профессийных якостей медиков. Персонал, который подготовлен на работу с тяжелым контингентом наших пациентов. И с пациентом очень сложной и тяжелой, по крайней мере здесь, хирургической патологией. За три опошние годы смертность от сердечно-сосудистых заболеваний у Нагомельшини знизилась на 4, а среди людей процесс дольного взрослого больше, как на 8%. Разом с тем, эти заболевания пораннейшим являются самыми небеспечными для существенного человека. Сегодня медики добро разумеют, худко сменить ладжица людей немогчимо. Хоть вести профилактичную работу необходимо у любым выпадку. Утым лику на уластном прикладе. Два раза в неделю хожу около 8 километров, для того, чтобы чувствовать себя неплохо. Я понимаю, что у меня малоподвижный образ жизни, работа у меня такая. Надеюсь, что мой пример кто-то услышит. Олег Шинчуров, Ольга Коновалова, Евген Макеенко, Телерадиокомпания «Гомель».